Давайте будем рассуждать от стереотипов. Обыватели часто думают, что творческие люди делают то, что они делают, исключительно по своей собственной воле. Вот захотелось мне написать какой-то материал, и я пошел его написал. Или захотел я написать пост в блог, и вот я проснулся и давай его писать. Те люди, которые не сталкиваются с творческим процессом, они очень часто считают, что инициатива и мотивация для человека, который пишет, снимает, монтирует и публикует что-то в медиа, это собственное желание. Мы же с вами знаем, что это далеко не всегда так, и чаще всего не так. У нас есть редакционные задания, у нас есть определенные темы, за которыми мы следим. И когда что-то в этой отрасли, за которой мы следим, происходит, мы начинаем об этом писать. Даже у блогеров есть определенные обязательства. Если они ездят в блогатуры, чувствуется, что надо написать о впечатлениях. Есть опять же темы, на которых блогер концентрируется, и это тоже стимулирует себя писать. Это внешняя мотивация, а не внутренняя. У рекламистов вообще все очень прозрачно, потому что есть заказчик, и есть определенный план, который необходимо выполнить. Поэтому очень часто наш творческий процесс, он начинается не изнутри, не из нашего какого-то желания, нашей какой-то потребности. Очень часто он начинается со внешнего задания. И в этой ситуации есть такая опасность, которая часто встречается на нашем пути. Опасность называется шаблонизация и формальный подход к тому, что мы делаем. Как это выражается? Ну, допустим, журналисты научаются писать в агентском стиле, писать ленту новостей. Что такое агентский стиль? Это заголовок, который отражает суть того, что произошло. Это лид, в котором обязательно нужно ответить, когда, кто, что сделал, почему это значимо, поместить это желательно в контекст. Дальше у нас там пошла цитата, как кто-то относится к этому событию. Потом пошла какая-нибудь справка, развернутая информация. И это стройная структура, которая прекрасно отражает все основные вопросы, которые мы задаем по отношению к чему-то произошедшему, к какому-то событию внезапному. Структура прекрасна, вопросы замечательные. Умение работать с фактами и упорядочить их – это обязательное условие для журналистов. Но когда вы пишете таких материалов, допустим, 20 в день или даже 10 в день, умножаем это на количество рабочих дней, которые у вас есть, умножаем это на количество лет, которые вы работаете в редакции, Я прекрасно понимаю вот это состояние, когда ты бесконечно пишешь по этому шаблону материалы, а потом даже через год смотришь на все, что ты натворил и говоришь. И, собственно, ради этого я живу, работаю и существую. Ради этого я прихожу в журналистику, в медиа, в благосферу. Наверное, нет. Агентский стиль – это прекрасно. Но агентский стиль был разработан немножечко для других целей, для других задач. Давайте такой флэшбэк устроим и поговорим о том, собственно, откуда появились информационные агентства и что у нас, господи, вокруг происходит, почему у нас в каждом регионе по 8-9 этих лент новостей, которые переписывают друг друга. Дело в том, что когда только-только интернет появился, ну, так в России распространен стал, единственный тип СМИ, у которых были цифровые материалы и в таком потоковом варианте – это были информационные агентства. Но информационные агентства – это же раньше был не B2C-сервис, это не были те СМИ, которые работали с конечным читателем. Это был сервис B2B. Информагентство продавало свою ленту, продавало редакцию. Редакция сидела на этой ленте, смотрела, что происходит, вот в эти телеграфный такой стиль, кто, что, где, когда, что случилось. Редакция брала это как информационный повод, что-то из ленты выбирала, и дальше журналист шел, работал с этим информационным поводом для того, чтобы написать развернутый материал, локализовать тему, найти в своем регионе, либо там в своей отрасли отражение этого информационного повода. И тогда журналистский материал очень сильно был такой авторский, потому что агентское вот это сообщение было всего лишь фактологическим ядром для вот этого нарощенного продукта. Что произошло дальше? Информагентства такие смотрят, о, интернет, можно сделать информационный сайт. У нас тем более, что у нас есть в цифровом формате вот эта вот лента новостей. Они начинают создавать свой сайт, выкладывать туда эту ленту. Все окружающие журналисты, редакторы смотрят на это и говорят, вот когда у нас будет сайт, когда мы его сделаем, у нас будет вот такой сайт, как у Интерфакса, у Реановости, у Итартас, потому что они видят это как образец. Совершенно не задумываясь о том, что региональная газета или региональная телекомпания по типу, по своей аудитории, по своей тематике, вообще в принципе по производственному процессу это не информагентство совсем. Но вот этот вопрос, который большинство редакторов себе не задали, они посмотрели, как устроены. Но все же делают ленту новостей, следовательно, нам тоже нужно делать ленту новостей. И вот это как раз, на мой взгляд, была одна из крупнейших ошибок редакторов, которые пришли из традиционных медиа, пришли в сетевую журналистику и в сетевые средства массовой информации. Они пошли не по стезе, давайте посмотрим, кто наша аудитория, в каком формате она потребляет информацию, какой продукт мы ей можем предложить полезный, нужный и значимый. Нет, они пошли по стезе, давайте сделаем региональный аналог Итартас, либо Реановости. Что в результате произошло? Во-первых, естественно, если вы создаете свою ленту новостей, вы принимаете агентский стиль написания, агентский стиль изложения своего материала. И поэтому, а так как агентский стиль, он очень сухой и очень формализованный, ну там, кто, что, где, когда, то огромное количество материалов, которые производятся, огромным количеством журналистов, сидящим на огромном количестве лент новостей, они начинают быть похожими друг на друга. Но, по сути, там несколько вариантов, несколько структур грамматических. События меняются, а то, как мы о них пишем, ну, практически копируем друг друга. К этому добавилась еще одна большая проблема. Пресс-секретари у нас научились писать пресс-релизы. И их как учили писать пресс-релизы? Не знаю, были ли вы когда-нибудь на семинарах для пресс-секретарей? Но вот обычно их как учат? Журналисты – это очень занятые люди. Сейчас блогеры – это очень такие занятые люди. Поэтому, если вы хотите, чтобы журналисты не переврали ваш материал, чтобы они написали то, как вам надо, сделайте за журналистов их работу. И дальше пресс-секретарям объясняют, что журналисты пишут вот таким образом. Есть заголовок, есть вот такой лид, есть такая цитата. И пресс-секретари начали делать свои релизы по шаблону вот этого информагентства. Дальше что происходит в отрасли? Пресс-секретари лет через сколько-то научились писать более-менее здраво пресс-релизы. СМИ оказались заваленными не только материалами, которые выпускают другие информагентства национальные, не только теми материалами, которые в этом же стиле пишут региональные СМИ, региональные ленты новостей. Мы еще получили третий поток в таком же стиле написанных материалов, уже сгенерированных пресс-секретарями. И редакция сидит на трех потоках разнообразной информации, которая написана приблизительно в одном стиле. Если вы будете очень долго читать однотипные тексты и видеть однотипные структуры, но это просто заразная штука, вы будете писать приблизительно в таком же стиле. Человек, который посидел на анализе бюрократических документов, какой бы он талантливый ни был писатель и творческий человек, он начинает разговаривать длинными непричастными оборотами, с потерей смысла где-то в начале предложения. То есть это стиль, который то, что мы читаем, то, что мы смотрим, очень сильно влияет на нас, как на авторов. Поэтому представьте себе, вот такая ситуация у нас сейчас сложилась. И, естественно, это не могло не привести к кризису, потому что, когда чего-нибудь слишком много, маятник раскачивается и становится, ну сколько можно. Вы возьмите, посмотрите все ленты новостей своего региона, попробуйте найти там что-то непохожее, нестандартное, нестандартный подход к теме. Ну, может быть, формат еще нестандартный попадется, если все пишут тексты, но может, ну хоть кто-нибудь сделает фоторепортаж, хоть как-то разбавляет. Но в основном мы заваливаем наших читателей, заваливаем вот этими сухими формализованными текстами, которые почему-то нам кажется, мы же не задаем себе этот вопрос, почему-то нам кажется, что пользователю это нужно. А с чего мы это взяли? Лента новостей никогда не предназначалась для конечного пользователя. Лента новостей всегда была полуфабрикатом для журналистов, которые дальше наращивают на этот фактологический скелет мясо. Именно потому, что люди уже переели вот этой сухой информацией, этих бесконечных, не связанных друг с другом, разрозненных кусочков пазла, которые на них вываливают в огромном количестве, когда они сидят в интернете и в соцсетях, и на сайтах, и в рассылках, в мейл-рассылках, просто из всех щелей клиента новостей трубца. Естественно, в этой ситуации люди интуитивно начали двигаться к чему-то другому. Вот у нас табун этих лент новостей, табун разрозненных информашек, но чего-то не хватает, корябает. Аудитория практически никогда не знает, чего она хочет, но она интуитивно к чему-то тянется. И поэтому, когда маятник очнулся в эту информационную журналистику, эти ленты информационных сообщений, то постепенно люди начали осознавать, что нужно что-то другое, нужно что-то противоположное. И тогда рождается такая мода и такой тренд, как лонгриды, развернутые материалы, публицистика, аналитика, любые спецпроекты, которые связывают вот эти разрозненные пазлики, связывают в некую картину, которая уже отдается человеку. И вот как раз в этот момент есть время, чтобы подумать о том, кто вы в этом медийном мире. Вы можете работать в этой отрасли на кучу разных точек, на кучу разных мест, задач. Вы можете быть репортером, вы можете быть агентским журналистом, человеком, который добывает новости, который их структурирует в некий такой полуфабрикат. Это хорошая, достойная профессия, если вы хороший репортер, и у вас много источников информации, вы держите руку на пульсе той отрасли, о которой пишете. Это клевая, хорошая работа, которая совсем-совсем не похожа на телефонную журналистику и на журналистику переписывания пресс-релизов. Вы на этой поляне можете работать как мультимедийный продюсер и создавать спецпроекты, отталкиваясь от какой-то потребности аудитории. Например, спецпроект для родителей, которые не хотят водить детей в традиционную школу, а ищут альтернативные способы обучения, и не только домашние, различные креативные школы и так далее. То есть это спецпроект, в котором много чего можно придумать в разных форматах информацию подавать и по-разному ее структурировать. Вот можно быть мультимедийным продюсером и создавать такие медиапродукты. Вы можете быть куратором направления информационного кураторства. Это когда вы среди огромного многообразия источников информации собираете, упорядочиваете, структурируете, расставляете приоритеты и отдаете человеку продукт, который экономит ему время. Например, если вы хотите разобраться в носимых гаджетах, среди всего многообразия браслетов, часов, цифровых сережек и еще каких-нибудь штук, которые наверняка придумали, вы подписываетесь на конкретного Андрея, который вам регулярно делает обзоры, расставляя приоритеты, проводя тест-драйвы, рассказывая о том, что нового в этой сфере, для чего это используется, как вы можете улучшить свою жизнь с помощью носимых гаджетов. То есть это человек, который собирает из разных частей информационного этого поля, собирает фрагменты, упорядочивает и отдает вам, как человеку, который этой темой интересуется. Вы можете работать редактором, который связывает разрозненные события в некую, условно, ленту, хронологию событий. Потому что у меня есть тоже одна такая, одна больная тема. Мы, когда ленту новостей читаем, вот то время, то дата, которая стоит в этой ленте новостей, она на самом деле говорит нам только об одном. Это то время, в которое журналисты, редакторы сподобились опубликовать эту новость. Это время ничего нам не говорит о событии, о месте этого события в жизни, в истории и вообще в принципе в общественном контексте. Это время только вот время публикации. Но для нас, вот почему-то кажется, что в ленте новостей новости должны быть структурированы и упорядочены по времени их публикации. Чего бы так вдруг? Для меня, как для аудитории, для человека, потребляющего информацию, вообще не важно, когда журналист это опубликовал. Мне важно, когда случилось событие. То есть есть такие тонкие штуки, которые кажутся нам совершенно очевидными, но как только мы начинаем задавать глубокие вопросы, зачем мы это делаем, для кого, почему вот этот элемент работает именно так, то многие вещи, которые нам привычные, ну все так делают, и о чем можно как-то по-другому, вот возникает место для подумать, место для креатива, место для задавания нестандартных, небанальных вопросов. И как раз это вот то, о чем будет наш курс. Мы разберем то, как выглядит, как структурируется информационный материал, как структурируется лонг-рид, как находится тема и ракурс для развернутых материалов. Вот ко всем этим элементам, ко всем этим форматам мы будем задавать глубинные вопросы. Для кого мы это делаем, зачем мы это делаем, чего мы хотим в результате. И вот этот курс, он для тех людей, которые хотят покопать глубже, которые уже наелись вот этих формальных структур, формальных подходов к материалу, которые видят, что аудитория очень плохо реагирует, то есть она как-то вообще не вовлекается в тот контент, который мы часто создаем. И вот этот курс для тех людей, кто задумывается о вовлечении, о таком показателе статистики, как глубина просмотра, о включенности эмоциональном и интеллектуальном, включенности аудитории в те материалы, которые мы делаем. Это курс для продвинутых. Мы не будем говорить о том, какие буквы нужно писать в заголовках и как ставить активный глагол для того, чтобы рассказать о событии. Нет, этого уже ничего не будет. Я рассчитываю, что вы это либо знаете, либо просто можете погуглить и посмотреть. Этот курс – это курс размышления, курс, в котором нет готовых ответов, а есть вопросы, которые стимулируют ваш несомненно креативный, творческий и глубоко думающий ум.